Есть, ну что ли, у кого-то нужда или, может быть, благодарность, которую вы хотели бы высказать? Давайте здесь вот ее можем высказать и будем совершать молитву здесь на этом месте. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста, молиться о тех, кто еще не принял Господа в свое сердце, особенно наши родственники, близкие. Конечно, о них в первую очередь будет в наше сердце. Есть еще? Пожалуйста. Да, мне тоже хочется благодарить Бога за ее милость к нам на протяжении еще одной недели, за то, что Он охранил нас. Также Он сохранил пастора при перелете в Украину, за сына нашего, который летел вместе с ним. Также за брата Андрея, который в этот вечер опять вместе с нами. Слава и благодарность Господу за все. Да. Это вот брат, который на прошлой неделе, мы говорили, что он в подицу, да, положил его. Я еще просто не всех знаю, вы мне просто извините, я еще только привыкаю. Поэтому есть еще у нас просьбы нужны, пожалуйста, благодарности. Как всегда, благодарность Богу за прожитую неделю, кто будет с нами, оберегал, охранял, с нашими детями, детьми. Все, слава Богу, хорошо. И сейчас я хочу как бы ходатайствовать, попросить, чтобы помолились за вот эту девочку, за Лену. Она как оставила эту работу, не то, что ей выдумали, она оставила бы, не было возможности дальше работать. И чтобы Бог усмотрел другую работу для нее, так как ей, чтобы как-то сомалились. Лена, зовут Вас, да? Да. Хорошо. Еще есть, пожалуйста. Я также благодарю Господу за эту неделю. И вчера, ну на прошлой неделе я когда говорила, что мы хозяина, где работаю, ребенка, операцию сегодня должны были делать. Это жировичок на глазу, но не полгода. И вчера, когда я уходила, она, мама этого ребенка говорит, помолитесь, чтобы, потому что они, родители, переживают. Я сегодня ей писала, как она написала, ну, все нормально. Но он, это, кашель, она заболела, мать, и ребенку передалось кашель, и все это, остальные последствия. И я прошу, чтобы молились. Его зовут Эйдан. Как его зовут? Эйдан. Эйдан. Да, ну, чтобы молитвы упоминали, потому что они, когда доверяют, чтобы мы молимся, чтобы Господь смотрел. Да, потому что, да, мы все-таки за них переживаем, потому что это люди, которые еще немножко далеки от Бога, чтобы Господь воскнулся их сердец и показал чудеса свои. Хорошо. Домашняя церковь, вот в нашем доме, в доме моего сына она проходит. И мы на этой домашней церкви касались очень интересного такого аспекта в жизни человека – это вера. Вера. Мы говорили о том, что вера – это очень, ну что ли, сильная мотивация в нашей жизни. Посредством веры мы очень часто что-то предпринимаем, очень часто вера нас сподвигает на что-то, иногда она нас от чего-то удерживает, от каких-то неверных шагов, от каких-то неверных поступков. Мы говорили о том, что вера всегда должна подтверждаться нашими делами, да, говорили о том, что первостепеннее вера или дела в жизни человека верующего. Ну, как бы такие немножечко были моменты, мы это сказали, каждый свое мнение по этому поводу. Ну, вот, есть еще один такой, это как бы благословенный момент, да, вера, но не всегда в нашей жизни проявляются такие, знаете, добрые благословенные моменты, иногда проявляется в нашей жизни гнев. Вот, я так размышлял об этом, думал, почему Господь предупреждает нас, людей, о том, чтобы в гневе нашем мы что не делали? Не согрешали, да? Вот, и еще сказано, помните, что во гневе, солнце пусть не заходит во гневе вашем, да? Вот, и вот я просматривал свои материалы и нашел вот такой стих очень интересный. Я хотел бы прочитать его вам, может быть, он вам тоже понравится. Посмотрите, как здесь сказано, в огневе лучше просто замолчать, на зло других совсем не отвечайте. Порою тяжело не отвечать, но дьяволу вы места не давайте, ведь гнев всегда наглечит вам беду, он вашу душу в клочья разрывает, и вы несете слово как бы в бреду, а дьявол смачно руки потирает. Ведь злое слово много бед несет, и мы потом, опомнившись, жалеем, вдруг оно чье-то сердце разорвет, а ведь исправить мы не все умеем. Во гневе слово нет ни воровей, оно похоже больше на дракона, поэтому сдержать себя сумей, и одолей, и сделать для себя это законом. Чтобы дьяволу суметь противостать, в молитве тут же к Богу обратитесь. Он в нужный час вам силы может дать, пусть длится кто-то, вы к Христу молитесь. За слово каждое придется дать ответ. Придет день, и Господь нас спросит строго, в минуту трудную хранили ли мы свет, и как мы показали людям Бога. От слов своих осудишься ты им, и оправдаешься от слов своих им тоже. Твоей душе покой необходим, храни же мир, ведь человек ты Божий. Давайте мы сейчас встанем для молитвы. Будем молиться о тех нуждах, которые здесь были высказаны. Будем молиться о том, чтобы во гневе нашем, который иногда в нашей жизни имеет место, мы не согрешали. Помнили всегда о том, что очи Господа обозревают землю. Встанем для молитвы. Может быть, по мере возможности склонимся, да? На колени. И все желающие, пожалуйста, кто хочет, молитесь, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ближе быть к тебе. Как говорят на роде, до чего же техника дошла, но в этот раз она у нас не особо дошла, поэтому немножечко подождем, наберемся терпения. Сейчас дойдет. Ближе быть к тебе, подставим нашего господа с пенементом в сауне. Нет усов. Где-то что-то было. Что-то было? Ближе быть к тебе. Вопреки судьбе. Сумей забыть все вокруг. Услышишь, что ты мой друг. Это жребий мой. И никто другой не сможет заменить тебя, святой твоей любви огня. Помоги же мне, упреки к тебе. Ты все во всем. Ты все во всем. Сумей забыть все вокруг. И никто другой не сможет заменить тебя, святой твоей любви огня. Святой твоей любви огня. Помоги же мне, упреки к тебе. Помоги же мне, упреки к тебе. Ты все во всем. 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 Ты 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 во всем. которая приближается к земле. Поэтому, размышляя над этим, думая над этим, я очень захотел обратиться именно к этой главе. И здесь очень интересно, что у нас встречаются два Балтасара. Один, который был назван Балтасаром своим отцом, а второй, который был назван Балтасаром тем же отцом, но желая переименовать Даниила в Балтасара. Прежде чем мы обратимся к пятой главе, я хотел бы вскользко коснуться четвертой главы, кстати говоря, в последний раз, по-моему, когда я проповедовал, а именно из четвертой главы пророка Даниила и проповедовал. Я говорил о Навуходоносоре, который, расхаживая по царским палатам, обозревая вавилонскую землю, сети строения, сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в славу величества его. И было слово к нему, было видение, он его забыл, позвал кого-то, точнее всех мудрецов, гадателей, тайноведцев, чтобы те озвучили ему сон или значение? Сон. И сон и значение. Сон и значение. Нет, значение только, потому что там был другой сон у него, Даниила, вторая глава, там он и сон забыл, и значение не могло. А здесь ситуация полегче, задача полегче, надо просто объяснить, что это такое. И я в двух словах скажу, или напомню, что в те времена многие таблички, многие летописи подчеркивают и говорят о том, что чем величественнее был человек, тем более величественно рисовался образ. И, как правило, царей, вельможей, людей, которые обладали огромной, большой властью, как правило, рисовали огромным, ветвистым, коренастым растением. И в данном моменте, как пишет Волкославский, Ростислав Николаевич, очень сложно предположить даже, что эти тайноведцы, гадатели, не могли рассказать и объяснить, не могли сказать о том, что царь, речь о тебе. Но, видать, было страшновато, поэтому они решили сказать, не знаем. Но мы знаем, что Даниил говорит, царь, врагам бы твоим этот сон и значение его, но, коли тот упрашивал его, он говорит, так и быть, я расскажу тебе, потому что, в принципе, это не мое, это не я дал тебе этот сон, это не я объясняю тебе этот сон, или я разгадываю его, а есть на небесах тот же самый Бог, который намекал во второй главе, и сон тебе рассказал, и значение его, он и расскажет тебе, или откроет тебе значение твоего же сна, и говорит, в принципе, да, это сон о тебе, но покайся. Покайся, чтобы царство твое могло длиться дальше, и ты мог получить огромное благословение. И более того, все те, образно говоря, звери, птицы полевые, то есть весь тот люд человеческий, который на этой земле, который под твоими литвистыми, под твоим литвистым деревом находит мир, покой, еду, влагу, сон, еду, и все-все необходимое, чтобы они продолжали бодрствовать, жить, наслаждаться и восхвалять Бога Небесного, вечного Бога. Но мы знаем, что история дальше пошла так, как и было предсказано во сне пророчестве. Он не покаялся, он не остановился, и ровно через год, как говорит Библия, он превратился в животное до тех пор, пока Бог Небесный не обратился к нему, не достучался, и вновь в сановитость, и все остальное вернулось к нему. И последний стих, кстати говоря, это глава, автором которой является Навуходоносор. Обратите внимание, языческий царь, неверующий, казалось бы, да? Но он говорит, посмотрите, начинается, «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Да, начинается так, глава, от первого лица. И заканчивается, «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Прямая речь от первого лица продолжается, и мы видим эту интересную, красивую историю, как Бог не юля, не подстраиваясь, не корректируя каким-то образом, желая кого-то смягчить, раздобрить или как-то. Вот с ним заискивать, он продолжает действовать, независимо от того, кто и как действует или реагирует. И вот здесь, уже в этой четвертой главе, мы видим продолжение. Вообще вся книга пророка Даниила, она построена на столкновении двух линий – Бог и сатана. Дети Божьи – последователи сатаны. То народ, вавилонский или языческий народ, покоряет Божий народ. То народ Божий делится сам в себе и имеет какое-то противостояние, и все равно из народа Божьего одни действуют на стороне сатаны, другие действуют на стороне Бога. И вот здесь мы видим такое очень легкое, очень мягкое, как бы доминирование, доминирование Божье. И входим в пятую главу. Два Валтасара. Валтасар, царь, первый стих пятой главы. «Сделал большое пиршество для тысячи вельможей своих, и перед глазами тысячи пил вино». Уже это одно заявление. Я не знаю, как у вас, в некоторых местах в Молдавии, когда рядышком находятся дети, взрослые пытались не пить откровенно. То есть пытались там ребенка куда-то или мяч пнуть ему, чтобы он побежал куда-то, потому что очень часто, особенно вот в южных регионах, я думаю, что меня могут проверить и подтвердить, вечерком два варианта было проведения времени. Или такая большая лохань семечек, и собирали все лускали, пока все превращалось вот в скорлупки здесь, около ворот прямо. Либо туда, в подвал, где 3-5-6 тонн вина на зиму заготовлено, и оттуда баночка за баночкой выносили на улицу, к воротам, и продолжали пить. Так, да? Но когда дети появлялись, или сын, дочь, которые не приобщены к этой истории, как-то так их отправляли в сторону, чтобы спокойнее, раскрепощеннее можно было предаться вот этому пьянству и распиванию этого вина. Мы видим здесь с самого начала, я, по крайней мере, обратил на это внимание, что Валтасар сделал большое пиршество и на глазах у всех пил вино перед тысячами, перед всеми теми людьми. И если вы посмотрите чуть-чуть попозже, здесь в 3-м стихе, тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи его, жены его, наложницы его, пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных. Ну, кого? Это уже второй вопрос, чуть-чуть позже. Но обратите внимание, дурной пример заразительный. Вот это раскрепощенное, такое бесцеремонное, беспринципное предание пьянству или упиванию, во-первых, говорит о том, что и у самого человека нет стыда, а у наделенного властью или влиянием это еще страшнее, потому что рядышком с ним все, даже тот, кто не хотел или не собирался или стыдился, тоже начал пить. Более того, мы видим, что здесь в начале этой главы заложен еще один момент. Там, позже, в книге Откровения, Иоанн обратится к вину, которым жена упивала все народы, теми, которые последовали за этим зверем и пили это вино. Даниил не просто так рассказывает, и Иоанн не просто так ссылается на эти образы, потому что в данный момент, когда человек просто отключает свой рассудок, начинается все самое страшное. Вкусив вина, второй стих говорит, Валтасар приказал принести золотые серебряные сосуды, которые на выходонос отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю и вериможам его, и женам его, и наложницам его. Вот здесь хочется остановиться и сделать, может быть, маленький такой вот под итог вот в этой части. Конечно же, мы сейчас говорим не о неверующих людях, а мы с вами собрались здесь как верующие, как дети Божьи, как те, которые не первую проповедь слушают и не первый раз в Дом Божий приходят, а кто-то потомственный адвентист и уже, наверное, сотни, десятки, а может быть, тысячи проповедей уже услышал в своей жизни. Парадоксально, конечно, но Господь очень часто ищет того, чтобы достучаться до разума нашего. Он хочет, чтобы мы понимали, что происходит в нашей жизни, что мы делаем, как мы делаем, как это влияет на нас и как наши поступки влияют на других, как наши поступки влияют на наше дальнейшее будущее, на нашу духовность, на наше восприятие себя как христианина, как Дитя Божьего. Можно, конечно, попытаться что-то оправдать в нашей жизни. Можно как-то попытаться обосновать так, что черное станет белым и не до конца белое станет светлым, кристально чистым. Но мы видим, что здесь, в этом отрывке, в дальнейшем увидим еще точнее или яснее, что черное остается черным, серое остается серым, полосатое остается полосатым, белое остается белым. Бога перехитрить, уговорить, манипулировать невозможно. Он все равно греху скажет грех, святости скажет святость. Валтасар пытался здесь каким-то образом показать свое величие, свое могущество, свое превосходство. я уверен, чуть позже мы коснемся в 8 стихе, в 14 стихе, в 13, Валтасар, я буду называть все-таки Валтасар и Даниил, хотя тут два Валтасара. Валтасар очень хорошо знал и помнил про Даниила, про те опыты, которые были Навуходоносаром, но он всячески пытается сделать вид, что или ничего не происходит, или он над всеми этими историями. Обратите внимание, он же не просто так сказал, принесите что-нибудь, там есть какие-то сосуды, и будем пить и веселиться. Он дает повеление, какие сосуды принести. те, которые Навуходоносар принес, взял в плен, взяв в плен в израильский народ. И он дает повеление, что он сам пьет и наливает, чтобы все остальные пили. И вот здесь Бог тут же вмешивается в эту картину. Тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть, которая писала. Даниил так интересно подчеркивает извести стены, белая стена. Интересно, что в русский язык этот оборот не переведен точно, но в оригинале, когда он скажет дальше о том внешнем виде, которое стало у Валтасара, там есть эти же самые обороты или эти же самые слова, что он побелел, как стена. Он стал белый, как стена. Тогда царь изменился в лице своем. Видите, тут чуть-чуть, скажем так, лиричнее сделали перевод в лице своем. мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. И сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам Вавилонским. Кто прочитает это написанное и объявит мне значение его, тот будет облечен в багреницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Почему третьим? Потому что он был вторым. Навуходоносор судя по всему уже умирает, набонит находится в своей резиденции, а здесь остается Валтасар, который пирует по поводу вот того, что он является царем, властелином, и более того, он может корректировать и написание или то, что хочет сказать Господь Бог. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанное, написанного и объяснить царю значение его. царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. И вот дальше эта история интересным образом изменяется. Царица же по поводу слов царя и вельможи его вошла в палату пиршества и начала говорить царица и сказала, царь, во веки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего, есть в царстве твоем муж. Так, мужик, да? Простите за оборот. Есть муж, тот, который, что говорит, оно все на своем месте. Есть тот, который адекватно, серьезно и спокойно реагирует на то, что происходит. у него коленки не трясутся, он не теряет вид лица своего, и он не боится того, что, так, как произошло со всеми остальными гадателями, обаятелями и тайноведцами, в котором Дух Святого Бога. И вот тут дальше она рассказывает историю, которая была с Навуходоносором, как он рассказал, и все это исполнилось. И 12 стих мне очень и очень здесь нравится. Я думаю, что царица, скорее всего, мать Валтасара, конечно же, имела влияние на своего сыночка, распоясавшегося, и она очень умышленно, продуманно произносит дальше свою речь. Потому что в нем, в Данииле, в котором царь, которого царь переименовал Валтасаром, да, она четко говорит, что ты думаешь, что это Валтасар, ты думаешь, что он получил имя такое же, как того Бога, которого ты веришь, но нет. Ты его переименовал, но его имя Даниил, Бог мой судья. в нем и дух того Бога, который назвал его таковым. В нем оказались высокий дух, ведение, разум, способные изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Почему я говорил, что он наверняка знал о Данииле? Потому что вот здесь в 13 стихе начинается его такая легкая желание пойти на попитую, вернуться немножко обратно. И все же тут есть такая попытка каким-то образом не сразу отдать карты, не отдать все бразды правления в руки Даниила. И он говорит, я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет и разум и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели мудрецы мудрецы